Так по всей стране активно проходят мероприятия в честь Дня Великой Победы. Детская образовательная организация номер 140 в Бишкеке прошел праздник при участии детей. Малыши показывали ценки, пели песни, танцевали и читали стихи в военных костюмах. А кульминацией праздника стал бессмертный полк. На праздники побывала Алина Хайдаршина. Алина Хайдаршина Не проведение таких мероприятий, просто дети забудут о том, что прадеды их когда-то завоевали эту победу, чтобы сегодня дети могли так торжественно прийти и отпраздновать этот день. Вы видите, какие нарядные дети. В течение двух недель проводились в группах мероприятия. Это были рисунки, это были поделки. Была проведена выставка на лучшую открытку для ветерана. Также проводились беседы о Великой Отечественной войне. Я бежусь передовой, завтра утром снова в бой. Будем и фашистов гнать. Впереди сыночек мать. Дети показывали сценки, пели песни, танцевали и читали стихи в костюмах разного рода войск. Была показана музыкальная инсценировка, где малыши изобразили начало войны. Родители также положительно высказываются о патриотичном воспитании детей и активно поддерживают инициативу. Наши детки, конечно, мы стараемся тоже их приурочить к этой дате. Стараемся воспитывать в этом ключе. И в нашем таком замечательном, хорошем садике, благодаря нашим воспитателям, при помощи, конечно, родителей, мы каждый год празднуем эту дату. Чтобы наши дети не забывали, чтобы чтили наших дедов и прадедов. Но главным на этом утреннике было шествие бессмертного полка, в котором портреты героев войны несли сами дети. Бессмертный полк своей главной задачей считает сохранение в каждой семье личной памяти о тех, кто ценой жизни достиг победы. И дети точно знают, чьи портреты в их руках. Прадедушки Миши, он подбил танк, а когда начали вылазить из него враги, он их всех убил. Мой прадед возил этого, командира, командира. Это мой прадедушка, он был капитан, он служил на войне. Мой детский воевал, его зовут Джематыл, и он был танкистом. Ставшее традиционным шествие бессмертного полка затронуло даже детей. Даже самые маленькие кыргызстанцы помнят героя Великой Отечественной войны. И мы верим, что они передадут эту память еще не одному поколению. Алина Хайдаршина, джентль Макенов, пирамида.